Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей Душка, я журналист, и сегодня у меня в гостях Руслан Осипенко, эксперт-международник. Руслан, здравствуйте! Добрый вечер! Давайте сегодня поговорим об очень такой вещи, о мосте. Упал мост, что упадет за ним? А главное, у кого упадет? В России пропагандисты ведь преподносили мост как символ России, чего-то такого нерушимого. Мост даже создавал Путину образ собирателя русских земель, но мост вот упал. И как теперь пропаганда оправдает это? Какой будет месть Путина Украине и Европе? Ведь нужно показать, что царь еще на коне. Об этом обо всем мы поговорим сразу после ответа на Блиц-интервью. Напоминаю, это вопросы от наших зрителей, на которые мы отвечаем очень коротко в одно-два предложения. И вот первый вопрос. Сейчас стоит россиянам убежать или выезжать из Крыма? Да, стоит. Это все связано с наступлением украинских войск? Да, все незаконное, захваченное должно быть возвращено хозяевам. И кто приехал туда с надеждой на то, что он будет там жить спокойно под ядерным зонтиком, эти иллюзии не оправдались. Это уже очевидно. Когда в Крыму будет очень горячо? Еще этой осенью? Уже следующей зимой или весной? Весной. Крым это заключительный этап будет нашей борьбы за нашу независимость и восстановление границ 91-го года. Когда Россия потеряет Крым? Это навсегда или будут еще попытки его захватить? Еще будут попытки захватить Украину, а не Крым. Россия будет сюда возвращаться еще не единожды. Это показывает тысячелетняя история наша. В Крыму должен стоять флот? Чей? Украинский, турецкий, американский или британский? Или ничего не должно стоять в Крыму? Мое предпочтение, чтобы Крым стал хорошей туристической зоной, привлек прямые иностранные инвестиции, построил там, скажем так, вторую Анталию. Природа приблизительно одинаковая на южном берегу Крыма. Поэтому инвестиции, чтобы все работали, все отдыхали, все были счастливы. А базы, про базы надо забыть. Что повлекло за собой взрыв моста в политическом и социальном плане? Давайте рассмотрим. Это обвал власти новой России, который устроил Владимир Путин в течение 20 лет. Это фактически разрушены мифы, на которых существовала и держалась эта власть. Так как мост был таким практическим свидетельством того достижений Путина за эту долгую историю его правления. МОЗ связал Крым украинский с российской землей. И россиянам это было преподнесено, что это продолжение. Таким образом они сделали продолжение России на территорию Крыма. И тут вдруг эта пуповина, которая связывала две части по их, с их точки зрения, две части российской территории, она оборвалась. Объясните мне, как изменится вот эта политическая ситуация и социальный какой-то надрыв будет ли? Это останется сейчас, завтра, послезавтра? Или это уже случилось, просто мы пока этого не видим? Это уже случилось, мы просто это не видим. На самом деле структура власти в России такова, что там выстроена очень жесткая вертикаль, которая замыкается, по ордынскому типу я ее называю, которая замыкается на одного человека. Притом этот человек должен всегда быть победителем. Если он на себя берет все рычаги власти, он должен быть непобедимым, его должны все бояться, он должен правильно планировать, проводить какие-то операции и так далее. Если же он где-то споткнулся или ошибся, то ошибка это очень, может, дорого ему стоит. То есть фактически под вопрос ставится его легитимность вообще, не только его лично как лидера, а той власти, тех людей, которые он расставил на всех уровнях этой власти. Сразу же вопрос к ним ко всем, то есть правильно ли ты строил, правильно ли ты направлял, планировал и так далее. То есть сразу появляется масса вопросов. Если появляется масса вопросов, появляется масса сомнений. Если появляются сомнения, значит человек теряет свою легитимность и его приказы уже тоже ничего не будут стоить. Поэтому сейчас фактически можно говорить о социально-политической дестабилизации. То есть мы видим, на практике мы видим отъезд из Крыма тех, кто приезжал, продажа, увеличение продажи собственности, недвижимости там в Крыму. И вооруженные силы как раз Украины ломают все вот эти скрепы и мифы, на которых держалось, ну скажем так, современное самодержавие. Я его так называю в России еще. То, что вторая армия мира, то, что они переоценили свой экономический потенциал, вот сейчас показывает война, что у них нет техники, нет обмундирования и так далее. То есть война вскрыла все вот те недостатки, реальные недостатки, она вытянула их наверх. А вот умирать за слабое государство, это так же круто, как за непобедимую Россию? Нет, абсолютно. Они понимают, сейчас они начинают задавать вопросы, а почему они на территории Украины и что они здесь делают. Эти вопросы висят в воздухе уже там на уровне, я не говорю даже тех, которые воевали, вот новые, которые идут, которые поддерживали, там вешали буквы Z в автомобилях и пошли на войну в Украине. Они даже уже задают вопросы, а что мы делаем в Украине, каких целей мы добиваемся. Тем более Путин еще сам подливает масло в огонь, когда говорит, сначала были цели, значит, деноцификация, демилитаризация. Сейчас он говорит, ну, мы не собираемся уничтожать украинское государство вообще-то на каком-то форуме, вот сейчас недавно. И у военных диссонанс. Им говорят, бомбить города, значит, там энергетическую инфраструктуру, это фактически напрямую уничтожать государство. Стрелять в гражданских, а их лидер выходит на каком-то форуме и говорит, да нет, мы не собираемся уничтожать вообще украинское государство. Здесь тоже диссонанс. И вопросов все больше и больше. И с каждым днем их будет становиться все больше и больше. Посмотрите, я даже читал в российских пабликах, что МОСТ, они действительно идеализируют и говорят, что это не только какое-то военное поражение, но еще и главное предательство Путина. То есть не Путин предал, а Путина предали. Потому что, как объясняет автор этой статьи, Россия по сути начинает гнить изнутри. И этому два подтверждения. Первое. Окружение Путина, то есть Ротенберги, позволяли себе воровать на строительстве самого святого объекта, что его так легко было подорвать. То есть Путина предают, а это означает, что еще раз сомневаются в его силе. Какие будут разборки в Кремле после этого? И будут ли вообще? Или сейчас Путину невыгодно? Он понимает, что не то время, когда он может размахивать саблей вокруг себя. Ну, вот заявление в том виде, в котором оно прозвучало, вот от вас, да, это заявление россиян, это чисто для внутреннего пользования, что бояре плохие, значит, вытягивают, воруют из-под царя, а царь хороший. На самом деле Путин строил такую систему, где на больших проектах все ближние, приближенные к нему люди имели право красть. И отстегивать Путину, да? Конечно, конечно, конечно. Это построено, на этом построена вертикаль власти. Они даже пытались в Украине это делать, на газу, создавая совместные какие-то предприятия, покупали нашу политическую элиту, давали откаты за газ, давали возможность перепродавать в Польшу, там, 3-5 миллиардов купола российского газа и получать эти деньги, там, и так далее. То есть в России власть построена на коррупции, и построил ее Путин, эту власть. Он понимал, что связав деньгами и нечестными операциями, все будут зависимы от него. Он единственный, кто будет знать об этих всех операциях, кто, чего, сколько, где брал, в каком объекте. И в любой момент, почему там страх существует? Потому что он все про них знает, кто где воровал. А он сам им разрешал воровать на тех или иных объектах. То есть это, опять же, отвлечение от внимания того, что мост рухнул, да? Что это не предательство россиян, а что это бедного царя, они так, ну, предали царя. Конечно. Они же не могут сказать, что царь построил неправильную систему, где все воруют. Давайте поговорим об официальной версии, которую предложила ФСБ, что мост подорвала служба безопасности Украины. Ну, СБУ, во-первых, это структура, которая занимается ловлей шпионов на территории Украины. Они не работают по спецоперациям за пределами Украины. За пределами Украины это работает ГУР, Министерство обороны. Есть спецсилы специальных операций, которые проводят такого рода операции за пределами Украины. То есть, смотрите, я правильно понимаю, что ФСБ, подсовывая фейковые результаты расследования, они еще лоханулись и здесь. Они перепутали СБУ и ГУР, да? Абсолютно, абсолютно. СБУ это контрразведка. Это ловит разведчиков иностранных на территории, скажем так, Украины. И она не занимается проведением операций вот таких подрывных за пределами Украины. Поэтому это сразу же, кто разбирается в этом деле, вот заявление России, это сразу фейк. Можно даже не читать дальше, о чем они там пишут. Я думаю, для обычного гражданина России все равно, какие у нас структуры, они не очень разбираются, кто там чем занимается. Самое главное, что им в клювик положили из пропаганды, что это украинская сторона. Причастна и какие-то структуры, значит, с Украины сделали такую диверсию. Зачем держать страхи Кремлю? Зачем держать страхи обычных россиян? Зачем врать об этом в масте? Ну, а зачем подрывали дома и направляли этот страх на войну? Он управляет этим страхом. Страхом общества. Общество дает ему мандат на пролитие крови, на что-то такое. То есть, смотрите, это получается, что Путин сейчас боится, что он потеряет власть. И поэтому вот это все дело совершили, чтобы страх немножко сковал непонятие россиян, которые начинают задавать вопросы. Конечно, конечно. И он видит, что мобилизация, которую он объявил, она фактически подрывает его устои власти, подрывает современную Россию. Он не получил отзыва от общества, которое он фактически сделал, деполитизировал общество за 20 лет. А теперь в какой-то момент он пришел и попросил помощи у общества, что надо мобилизироваться, идти в окопы, значит, умирать в Украину. А общество ответило ему нет. 700 тысяч выехало за пределы России, а те, кто идут, вон там часть сдается, часть не хочет идти, часть прячется и так далее. Поэтому для Путина это те же взрывы на Каширке, вот там в Москве, где взрывали дома. Я думаю, что они сами взорвали этот мост. То есть какая-то из структур и провела эту спецоперацию. Но пугают Украиной. Ну, нам подходит тоже, пусть боятся наши вооруженные силы и наши силы специальных операций, пусть боятся. Нам это подходит. Мы не отказываем. Вот эта боязнь, она провоцирует мобиков свежих сдаваться в плен? Нет, она провоцирует к другому. Они понимают, что если произошел взрыв на таком скрепном объекте, то это завтра могут спаскую башню Кремля взорвать силы специальных операций Украины. Или в кабинет принести бомбу Путину самому. Понимаете, если мост, они говорили, что он там охраняется и в воздухе, и под водой, и на воде. Вы же помните эту рекламу, что там даже не может водолаз приблизиться на 100 метров, потому что, значит, у нас там такие системы стоят, такие системы, что просто от него ничего не останется. И тут вдруг раз, и пролет, и улетели в воду, взрыв, значит, и мост разрушен. Поэтому, конечно, эти мобилизированные и вообще обычные граждане в России, они в шоке. Они в шоке от того, какие операции способны, со слов пропаганды, какие операции способны проводить украинские спецслужбы. Хорошо, но есть же те россияне, которые в официальную версию не верят и говорят, что среди своих есть предатель. И вот этот вот предатель, вот он и предал мост, он его и подорвал. А это может как-то повлиять на ситуацию в России? Или предателей там никто не ценит? В связи с эрозией власти, вот когда начинаются проигрыши на поле боя, начинается эрозия, следующий шаг, начинается эрозия во власти, недоверие вокруг там. Тут же еще информационно-психологические операции проводятся, тоже сеется это недоверие. И когда вы начинаете искать в своем окружении ведьм, вы отвлекаетесь от главных целей, поставленных 24 февраля, геноцифицировать Украину, вы начинаете зачищать свой ближний круг, там дальний круг и так далее. Это подрывает доверие к вам, как к лидеру. Потому что охота на ведьм в своем окружении, понимаете, это сеет страх. И люди думают, или уходить как-то надо выпрыгивать с этого поезда, спрыгивать, или что-то делать, потому что следующим могу быть я. То есть как ни крути, в социальном, экономическом, в экономическом, политическом, военном плане подрыв моста, что бы ни сказали российские спецслужбы, что бы они ни придумали, это все равно получается больше выгодно Украине. Да, это наносит удар по вертикали власти, выстроенной Путиной, и непосредственно по Путину по самому. То есть теперь сидят два россиянина, которые верят, вот эти вот путиноиды, которые в него верят, бухают на кухне, один другому доказывают, что Путин, смотри, Путин-то нас предал, да? Или Путин слабый? Абсолютно. Вот, скорее всего, второе, слабый. Вот эти турбопатриоты, так называемые, они хотели бы, значит, в труху, там, в ядерный пепел, все, там, целые города, украинцев, значит, надо всех стереть под ноль, там, включая детей, мы же читаем их паблики, они там дают распоряжение, да надо и детей уничтожить, потому что они подрастут и придут, значит, нам мстить за то, что мы разрушили и убили их, там, родных и близких. Вот, то есть у этих турбопатриотов начинается клин, то есть как это так, нас бьют, по Крыму, Крым бомбят, мост взрывают, а мы ничем ответить не можем, а если отвечаем, то ситуация только ухудшается. Вот мы побомбили, значит, ракетами, а Запад начинает выстраивать, там, эшелонированную противовоздушную оборону. То есть все, наши ракеты, значит, единственное преимущество, которое у нас было, тоже не действует. Получается, что мы, армия не работает, и ракетные войска, то есть которые нам давали преимущество, тоже не работают. То есть Украина лишила всех преимуществ, получается, россиян. Сначала там авиации, потом ракетных войск, ну, лишит. Вот сейчас, когда создаст эшелонированную, эту противовоздушную оборону. И на поле боя еще, так сказать, побеждают, оттесняют российские войска. Ну, конечно, на кухне там какие разговоры будут? Драки будут. Один скажет, что Путин нет сильный, а второй скажет, да нет, слабый. Ну и все. Вот и на уровне вам, на уровне обычного гражданина тоже конфликт. Вот точно такие же конфликты и во власти, и на этом самом, на обычном уровне среди граждан. То есть это дестабилизация всей России, по-какричек. Только распивают они в этот момент разные напитки по стоимости, я имею в виду. Ну да. Хорошо, какая ваша версия? Что случилось с Крымским мостом? Кто, кого, зачем и почему? Мне кажется, что это как раз вот противостояние между ФСБ и ГУРом. Российским. Да, российским. Силовые структуры сейчас начинают в связи с тем, что военные проигрывают на поле боя. ФСБ пытается спасать, якобы в кавычках, значит, страну, родину, перебрать на себя рули управления. Они, конфликты между ними, как показали вот Донбасс, и там конфликты были. Но они были такие скрытые, латентные, под ковром эти конфликты. Там за финансовые потоки и так далее. Здесь уже ставки выше. Здесь фактически уже судьба России. И я не исключаю, что для того, чтобы подставить военных, или наоборот, военные там ФСБ, чтобы поставить, которая там отвечала за мост. Смотря кто-то отвечал там за мост, ну, по бумагам фактически. Вот. Могли кого-то, кто-то подставить. Ну, такая операция, в первую очередь, ФСБ, конечно, должна ловить вот разведчиков иностранных, этих группы, которые, там, силы специальных операций, которые, иностранных войск, которые могут попасть на территорию и совершить такую диверсию. В первую очередь, ФСБ. Поэтому, скорее всего, это удар по ФСБ. Это могли сделать военные. Зачем военным удар по ФСБ? Для того, чтобы их ослабить, для того, чтобы они не сделали крайними генералов. ФСБ придет за генералами. То есть, если Путин укажет перстом, что генералы проиграли войну и не смогли реализовать его план, и теперь подставили фактически всю Россию, вот генералам надо посадить, расстрелять и так далее. Кто за ними придет? Придут генералы ФСБ за ним и в казематы поведут. Скажите, а Путин вообще понимает, что произошло с мостом и что ребята не могут поделить частично Россию, а не где-то там, что-то там? Вот это под носом же происходит. И это, кстати, влияет же на его, как это называется, иммунитет, можно так сказать, да? Властный. Ну, тут несколько выводов можно сделать с точки зрения. Первый вывод, что Путин перестал быть таким балансиром или арбитром, что ли, между этими силовыми структурами. Они же, Путин создавал целую систему сдержек и противовесов, но в его понимании, между разными структурами. Там следственные комитеты, ФСБ, вот эта гвардия, которая там против вооруженных сил должна была вдруг, если что, там, сдержать, защищать его и так далее. То есть рождалась там масса вот этих вооруженных подразделений, которые одни других должны были сдерживать. И если вот такое противостояние между этими силовыми структурами вылазит из-под ковра, это говорит о том, что Путин перестал контролировать ситуацию. То есть разбалансирована система. А раз она разбалансирована, она может быть в один прекрасный момент просто взорваться. И если взрывается эта система, ему тогда опереться не на кого-то, да? Под вопросом вообще его физическая жизнь. Как лидера. То есть уже не говоря о вертикали власти. Физически его могут просто, ну, лучший вариант это там заменить на кого-то, а худший вариант он просто может лишиться жизни. То есть ФСБ сейчас потерпела фиаско в этом моменте с мостом. Что будет с ФСБ? Чистки ФСБ? Или Путин поверит ФСБ и наоборот направит весь гнев на военных? Вот у него теперь есть выбор фактически. С одной стороны ФСБ допустило огромный промах. И в принципе он может как бы кого-то из ФСБ продолжить чистки. Как он чистил там тех, кто готовил вторжение. Подавал ему справки. Там говорят зачистили многих ФСБшников. Он может продолжить чистить ФСБ. Но мне кажется, что формируется мнение, что виноваты генералы военные. Но напрямую против генералов он боится задействовать. Потому что армия все-таки с оружием, с тяжелым вооружением. Это просто будет военный переворот. Просто снесут. Если военные почувствуют, что их начнут генералов бросать в казематы, те же ФСБшники, они просто сделают военный переворот. Поэтому Путин напрямую боится, с моей точки зрения, беспокоить вот этих вот боевых генералов. Ну, отдельных может быть. Но обвинить как бы всю армию нет. ФСБ тоже страшновато. Потому что ФСБ это мастера, знаете, всяких комбинаций, там, подстав и так далее. Спецопераций. Когда его могут там в бункере просто заварить аккуратно и все. Или там двойника поставить вместо него. Поэтому он сейчас очень сложной ситуации. Я думаю, что ему опереться не на кого. Может быть, на своих только вот бывших охранников, там, Дюмин, вот говорят, там, которых он там выдвигал и продвигал по лестнице во власти. Но у них нету силового ресурса сейчас. Не у всех есть силовой ресурс, который может противостоять, например, той же армии. Да, там, ну, или ФСБ. То есть у него сейчас сложная ситуация. Вот конфликт в спецслужбах – это как бы предвестник того, что вот-вот упадет вертикаль всей власти. Кто может вписаться за Путина, так скажем, по-народному? Кто может вписаться? Он рассчитывает, я думаю, на две силовые группы. Это ЧВК Вагнера приближенные, которые там не имеют никаких вообще моральных и других границ. То есть они будут по его указанию как бы порешат, как говорят, любого. И гвардия Кадырова, которую он придержал, которую он не посылал фактически в Украину, спасал, кто попадал в плен там. И он рассчитывает, что гвардия Кадырова его может поддержать. Почему? Потому что они взаимосвязаны, как сосуды сообщающиеся. Если падет Путин, падет Кадыров сразу же в Чечне. Это точно. Поэтому Кадыров жизненно заинтересован, чтобы власть и вертикаль власти Путина сохранялась. Тогда он сохранит свою вертикаль власти в Чечне. Тогда он будет получать эти финансы по-прежнему от России. Вот эти аренды, которые платит Россия за проигрыш в Чеченской войне. И на которой фактически Чечня живет. Там же не создается завода. Там просто перечисляют деньги, на которые Кадыров строит то, что он хочет строить. Свою вертикаль власть. Если коротко, хватит ли сил у военных ребят Кадырова и у ЧВК Вагнера, да, Пригожина? Если вдруг восстанет против них армия? На какое-то время, чтобы скрыться и придумать какой-то план, ну то есть сдержать первую волну. Я не думаю, что решить все вопросы, но сдержать первую волну, там хотя бы спрятаться в какой-то бункер, там уехать с действующим правительством. То есть вот этот первый момент, когда поднимется народ, их хватит, я думаю. Что произойдет в ближайшее время в России, кроме падения моста, чтобы мы увидели, что Путин невероятно слаб и что-то в ближайшее время случится? Надо следить за диалогом между Москвой и регионами. Я думаю, что начнутся центровые процессы, потому что растет у регионов, фактически им негде перекредитоваться, им негде даже взять деньги на выплату, не то что поддержание социальной стабильности, на выплаты ежедневно. В некоторых регионах нет даже возможности выплачивать, там зарплаты задерживаются. И вот все будут обращаться к центру. Если раньше можно было использовать какие-то рыночные механизмы финансовые и так далее, то сейчас после изоляции, в которую фактически попадает Россия, все будут смотреть на центр. А центр, ведя войну и фактически покупая оружие за рубежом, потому что своя промышленность стоит, у него просто не будет хватать денег на стабилизацию, на то, чтобы какие-то субвенции перечислять регионам. Регионы, мы будем видеть разные заявления регионов о том, что они начнут не перечислять какие-то налоги, для того, чтобы выходить из кризисной ситуации самостоятельно. То есть заявления каких-то региональных лидеров будут. И после этого начнется расползание этого лоскутного одеяла России. Что Путин может ответить? Ему же нужно показать, что он на коне, что он верховный, что он лучший, что он сильнее. Что он может ответить за этот мост в Украине? Что может ответить в Европе? Я думаю, что он уже ничего не может ответить. А теракты в Европе может устраивать? Нет, я думаю, что нет. Он слаб для того, чтобы устраивать теракты. Он понимает, что он потерял такую возможность. До 24 февраля, когда шантаж ядерный действовал, когда мифы действовали о том, что Россия очень крепко имеет мощную армию, все боялись перечить Путину. Вы помните, сколько ездило первых лиц руководителей европейских стран уговаривать его, чтобы он не предпринимал то, не делал это. Давайте подумаем, может, как-то договоримся и так далее. Все. Точка бифуркации пройдена. Он фактически хромая утка. Его никто не боится. Шантаж его не пройдет. Показатели этому учения, которое НАТО будет проводить по ядерному сдерживанию с 17 по 30 число. То есть это прямой сигнал Путину в его башню, туда, где он сидит. Не рыпаться, да? Да. Если он дернется, будет физический ответ. Поэтому все. Он уже хромая утка, и он уже не представляет никакой опасности ни для европейцев, ни для американцев. Поэтому европейцы будут просто наращивать свою военную составляющую. Сейчас НАТО будет перевооружаться. Ядерные учения достанут старые свои блокноты по стратегии ядерного сдерживания. Все по ним, как по нотам, все сделают. А они там, знаете, с немецкой точностью все будут, как положено все делать. Снаряды протрут там, натрут эти, которые надо, пушки протрут, которые досылают эти снаряды, отправляют и так далее. И продемонстрируют Путину, что будет, если он там вдруг задумывает использовать вот такой сценарий. Не боятся уже в Европе, а просто готовятся к возможным там последствиям, если Путин там предпримет один или другой шаг. Может быть так, что ракеты, бомбы будут прилетать и на мирные российские города. В каком случае? Да, может быть. Если Путин не прекратит свои массированные ракетные атаки по нашим городам, я думаю, что будет прилетать в мирные города, но по военной инфраструктуре и от нас России. После победы Украины огромная Россия сможет принять поражение от меньшей почти в 30 раз Украины? Нет, не сможет. Это будет затаенная обида и желание реванша. Что бы они там ни говорили, как бы они там ни мирились, они будут все равно считать, что за 400 лет, когда им темяшивали в голову, что Киев – мать городов русских, что это русская земля, и они просто не смогли. Они будут говорить, что правитель был слабый, неправильно рассчитали, неправильно подготовили. А вот мы сейчас подготовимся, пойдем по другому пути. Сначала экономику нарастим, значит, нарастим свое влияние, а потом под каким-то там предлогом все равно вернемся и все равно Украина будет в составе России, потому что это наша земля, это наша сфера влияния. Всегда так было, 400 лет и так далее, и так далее. И вот под этим соусом они просто будут приспосабливаться, как хамелеоны к ситуации. Им надо же выскочить сейчас из изоляции и выскочить из-под вот этого давления международного, что они изгои и террористы. Нарастить потенциал, потому что сейчас они не военный потенциал, не экономический никакой не могут наращивать. Они нарастят это все дело, и через какое-то время они будут возвращаться сюда. Украина просто должна стать Израилем или попасть под ядерный зонтик, или иметь свое ядерное оружие, тогда Россия не придет. Сюда больше. Вот пример привожу всегда Пакистан и Индию. Пакистан заимел ядерное оружие, конфликты прекратились. Ну, какие-то на границе там происходят, но войны между Индией и Пакистаном большой не будет, потому что и то, и то ядерная страна. Украина сможет получить репарации? Думаю, да, сможет, потому что это будет как раз в контексте наказания России таким образом, так как она не покается, но она должна понести наказание деньгой, так сказать, для того, чтобы они поняли, что что-то они сделали не то. Где-то они поломали международное право, напали на независимую страну, и за это они вынуждены платить. Поэтому их денежки отобрали и передали Украине на восстановление. Вот то, что они разрушили, Украина за счет России и россиян будет восстанавливать. За счет верхов российских или низов российских? Скорее всего, низов. Верхи сделают так, что будет платить весь народ, а они будут по-прежнему сохранять свои дворцы, будут плавать на яхтах за рубежом, очень прекрасно себя чувствовать. Платить будет простой русский народ, простой русский мужик. Я вот просто не понимаю одной простой вещи, обращаясь к россиянам. Вас гонят на войну, не объясняя, какую войну, зачем вы платите своей жизнью. После войны, после победы Украины вы будете платить из своего кошелька. Что вам еще нужно показать, чтобы вы поняли, что Путин – это яркий предатель России. Яркий предатель каждого из вас. Этот человек, который просто плевал на вас, любит только себя. Для меня загадка, почему россияне до сих пор этого не понимают. Руслан, большое спасибо за интервью. Как всегда, очень все четко, по полочкам. Хорошего дня и ждем нашей победы. Спасибо вам. До свидания.